Работать. Если вы не хотите работать, у вас не будет деньги. Не будет деньги. Даже мелкие деньги не будут. Это первое. Называется, на ясыпали, наверное, эту тему лекции я учитал какое-то время, когда-то. Вы понимаете, да? Надо работать. Когда человек работает, умеет работать. Извините, пожалуйста, иногда мне неудобно сто годить на работу, потому что у меня монастское деяние. Если у меня не монастское деяние, иногда, когда у меня свободное время, я хочу пройти на стройку. Я готов работать, вы понимаете, да? Я готов выкопать джанку, чтобы получить деньги. Я готов даже работать кручиком, чтобы получить деньги. Но я не могу. Я думаю, что будет очень непоятно, когда буддийский монах в юге будет работать кручиком. Да? Например, на сыновь, например, да? Или раскрутить какие-то продукты или фрукты, да? Люди не поймут. Но если я не монах, я пойду. Я готов. Я такой человек, который готов. Все. На другую работу. Не смотри, что у меня несколько дипломов. Понимаете? Дипломы. Учебное образование. Даже доктор науки. Но я готов работать кручиком. Я не буду работать. Я не буду сидеть просто так и делать работу. Я пойду готов. Но любой работы. Даже, вы понимаете, помидор территория, вы понимаете, датсана, я уже готов. Потому что я думаю, что человек надо работать. Утана сампата. Надо любить работать. Утана сампата. Надо уметь сохранить деньги, которые получили, как результаты работы. Когда вы работали. Я читал лекции, я получил канарат. Я не буду тратить деньги. Вот сегодня я получил три тысячи, я пойду купить. Я пойду кое-какое суши. Куплю. Или чайную ложку буду сидеть. Или кофе буду сидеть. Я не буду ходить, потому что я знаю, что лучше я куплю карточки. И буду готовить еды. Еду дома. Понимаете? И полезнее. Буду купить 5, 6, 7, 10. Вы понимаете, да? Яблоки. Яблок куплю. А потом карточки куплю. А потом лук куплю. Вы понимаете? А потом капусту куплю. А получается, вы понимаете, 300 рублей. А если 300 рублей, я пойду в кафе. 300 рублей не хватает, что кушать нормально. Поэтому Будда говорит, что не важно, сколько у тебя деньги, ты заработал. Самое главное, что сколько денег остается в кармане. Понимаете, да? Бывает, человек заработал миллион, а деньги в кармане нет, а минус. То есть они не очень тяжелые. Да, очень тяжелые. Бывает, человек работает 40 тысяч, а деньги в кармане 20. Человек заработал миллион, а долги 2 миллиона. Всегда минус. Каждый месяц за миллион, полтора, полмиллиона, вы понимаете, 200 тысяч. Он думает, что, о, как хорошо у меня короче деньги. Когда я куплю машину, которая стоит миллион. Потому что у меня деньги постоянно. А деньги, которые приходят, надо тратить на новую инвестицию постоянно. Деньги крутятся. Купил, продал, купил, продал, купил, продал, купил, продал. А потом он деньги много. А деньги для них инвестиция. А он купил машину 87 миллион. BMW. Да? Infinity. Или какой? Lexus. Да? Или Mercedes. А деньги не хватает для кредита. Поэтому, неважно, сколько ты заработаешь. Очень важно, сколько ты можешь сохранить деньги. То есть, сохранить деньги сложнее, чем заработать деньги. Не дать деньги. Люди думают, что ты такой жадный. Да? Я очень жадный человек. Давай кафе. Нет, я не пойду. Давай ресторан. Я не пойду. Давай дискотека. Я не пойду. Давай покупаем. Дорогие одежды. Курки, например. 25 тысяч. Заплата 25. А курки 25. 27. Давайте 27. 2000, уже минус 20. Эй, лучше 2000. А потом деньги, откуда я, чтобы покупать продукты. А деньги дали я как лекарство. А мало ли, что ты простудился. Надо купить лекарство для лечения. А мало ли, что мама умирает, надо похоронить. Надо гримировать. А деньги, что гримировать, родителей нет. Потому что деньги заплата 25, тратим, как и месяца 30. А заплату 30, тратит 40. Саплата 40, он тратит 60. Саплата 50, а он тратит уже 80. Саплата 80, он тратит 820. Саплату 120, он тратит уже 150. Саплата 150, он тратит 200. А когда будет? Будет деньги. Поэтому у араба самого человека надо уметь сохранить деньги. Не можно тратить 10, я буду тратить деньги. Есть 20, я буду тратить 20. Есть 50, я буду тратить 50. Есть 100, я буду тратить 100. Поэтому надо сохранить деньги. Сохранить деньги, вы не умеете покупать золото. Вы знаете, да? Золото продать, просто так нет. Люди пришли, а тебе деньги есть? Она говорит, нет, у меня деньги нет. А золото 2 килограмма. Это не обман. А деньги нет. А если сохранить деньги, люди задали тебе, деньги есть, а вы сказали, нет, это обман. А если вы получили заплату, каждые 2 месяца вы купили, например, извините, пожалуйста, 20 килограмм золота. Каждые 2 месяца 20 килограмм, 20 килограмм, 20 килограмм, 20 килограмм. Или 50 килограмм. Купить золото, ну, маленький кусок. Золото положить первое, золото второе, золото третье, золото четвертое, золото пятое. У тебя золото, у тебя не деньги, а золото. А купить угрожение, просто носить, угрожение каждый день уменьшать, в семействе уменьшать, вы знаете, да? Чем более золото, которое ты очень носил, когда вы будете ходить в жювелирный магазин, и вы хотите продать обратно, больше минус. А золото нет. Всегда плюс. Если не плюс, сегодня, завтра будет плюс. Если не плюс, не в этом году, в следующем будет плюс. Поэтому я уже понял, что мне надо купить золото. Это я почувствовал, конечно. Я хочу, чтобы вы поняли, как сохранить ваши заплаты, ваше имущество. Очень важно. Это серьезно, чем как получить деньги. Если вы не хотите купить золото, покупайте семью. Семья. Надо смотреть интернет, у вас есть специалист, который снимает. Покупайте семью. Семья растет. Особенно вокруг города. Растет. Вы покупаете садоводство, которое стоит 50, а через год уже 100. А через два года кушает 200. А через два-три года и плеси поднимает, и синальность, и ненавиджимость тоже поднимает. Это я образно я сказал. Вы не думаете, что так надо сделать? Понимаете, да? А рако саммата, надо мне сохранить деньги. Не только деньги, а имущество. Да? Вы должны думать. Когда у вас проблема, я хочу сказать, когда у вас проблема, и вы хотите, у вас есть какие-то ожидания, кто-то ожидает, то кто-то будет вам помочь. Не думайте. У меня деньги нет, но когда у меня будет проблема, Антон поможет мне. Вы не думайте. У Антона тоже свои проблемы. Понимаете? Антон тоже думает, что у меня деньги нет, сегодня у меня заплата, я получу 5000, я буду купить, вы понимаете, буду уходить в ресторан, когда у меня не будет денег, я живу, буду в Игаре, отчасти ли у меня поможет. Опять. Антон, что ты так думаешь? Я тоже так думаю. Если у меня проблемы, Антон, Ирина Николаевна, продают квартиру и дают мне деньги. Понимаете? А Ирина говорит, нет, я не продам квартиру. Она, я наоборот, я продам квартиру, но буду жить у Ачана Чатли. Понимаете? Что наоборот. И она же даже живет. Понимаете, да? Квартира еще не продана, деньги не подарила, и живет, буду в Игаре. Вы понимаете? Поэтому каждый человек так думает. А у меня сын, а у меня дочка, а у меня муж, а у меня бывший муж. Я рассталась с ним, я ушла от него, но за равно он добрый, он носит по меня любите. Но самое главное, что у меня дочка от него. Интрумент молекуласа, понимаете? Что у меня дочка от него, я буду спазить. 100 тысяч он отдает, 50, ну ладно. на 50 секунд наук. Да? А что у него, сын от него, от него. Он дает мне, вы понимаете, какие-то суммы. Поэтому вы не думаете, что это правильно. Не надо ожидать какие-то, не надо уметь какие-то ожидания, что кто-то вам поможет. люди так думают. Так думают. Поймите меня, 90% людей так думают, ожидает какие-то помощь, спасение от кого-то, от Бога. Да? Нет. Ты должен понимать, что настоящий человек, который поможет тебе, это ты сам. Не думайте, кто вам поможет. Не думайте. Я никогда не думал, что у меня деньги, люди, мои ученики, дают меня. Нет. Дальше люди пришли на литрит, а я не ожидал, что вот в этом литрите я должен получить 50. Должен 50 получить. А когда я открыл коробку подношения, блин, 8 тысяч. Привет, последний литрит, человек 52 8 тысяч. Я вам, боже мой, блин, человек 50 80 тысяч. Фу, я закрою куда вы понимаете. Нельзя ожидать. Ожидание это неправильно, вы понимаете, неправильно. Поэтому ты должен стоить на своих ногах. Ты получишь 10, ты должен определить, сколько надо тратить, сколько надо сохранить, сколько денег дали витязи. Вы понимаете, да? Сколько денег дали родители, сколько денег дали себе в кармане на черный день. Когда ты сидишь, да, и у тебя проблема, у тебя есть деньги, которые ты можешь тратить свои деньги. Деньги стоят деньги. надо определить опять части. Первый я буду тратить на еду и транспорт. Будда говорит, что выброс на море в океан. Просто купить и кушать. Купить, кушать. Купить еду, чтобы кушать нормально. Это просто выбросить понимать мукеану. А потом надо еще благодарить друзьям, которые вам помогают. Какие-то суммы надо отдать чуть-чуть. А потом еще надо кормить Богу, сделать подношение к Богу. Сделать подношение к Богу в этом смысле это ваши родители отдать. Отдать, подарить вашим родителям деньги. Родители обычно воспитали нас, они кормили нас безвозмежно. Правильно? У меня есть одна женщина для нас. Она очень правильная или неправильная я не знаю. Она она написала, что она купила для детей. Она купила и кормила свои детей до окончания университета. После окончания университета она дала еще три месяца, чтобы они нашли работу. После трех месяцев она дала три месяца. более третий четырех месяцев она уже писала сколько продуктов она купила. Продукты первые, вторые, вторые, третьи, четырех, пятые, десятые. А сын не ходил на работу четыре года. И она читала сколько продуктов она купила и деньги она дала сыну. она читала три половины миллиона бат. В течение четыре года три половины миллиона. А потом она показала сыну недавно в прошлой неделе. Она звонила мне и сказала я показал сколько я кратил для сына и сколько денег я отдал. Ему сейчас 26 лет. Закончил магистратуру диплом магистр из Новоселандии. После окончания вернулся домой в Таиланд и лежит. Вы понимаете и каждую ночью ездит в ресторан в дескотиен в бай. И через четыре года она поняла что все хватит. Она писала каждой копейки и показала сыну сыну мой любимый ты хотел получить образование я тебе дала образование ты закончила школу ты поехал учиться в Зингапуре ты поехал учиться в Англию ты поехал учиться в Новоселандии ты получила диплом магистр экономический экономик экономист он учился на экономиста вы понимаете ты закончил диплом получил первый диплом из Англии второй диплом из Новоселандии Как экономист. Получается, ты тратил мои деньги уже 4 миллиона. Все. Я уже не дам тебе денег. Я буду готовить для себе продукты. Остаюсь после меня, ты можешь кушать моей еды. Но еды специально, что я куплю для тебя, как раньше больше не буду. Потому что теперь сейчас 26-27 лет, пора уйти из дома заработать деньги. После этого он выкинул тарелки кухни, разбил кантрули, вы понимаете, посуды, вилки, ложки. В конце концов он разбил кухни, которые еще полмиллиона мать. И мама пришла, она пригласила сотрудника Милисиа, и она писала заявление на сыну. Сейчас сын сидит в тюрьме, уже седьмой день. Я очень рад. Потому что иначе он не понимает, что человек надо заработать деньги. Понимаете, да? Поэтому называется Аракасамбатха. Неважно, сколько вы заработали, получили денег. Важно, сколько денег у вас остается в кармане. Третий. Когда я на Митата, это значит, вы должны иметь благородных друзей. Люди благородные, которые находятся рядом с вами, очень важно для жизни. Если у вас вдруг наркоман, скоро вы будете наркоманом. Если у вас вдруг очень трудолюбивый, он будет говорить, надо ходить на работу, надо заработать деньги, давайте бизнес, давайте работаем, давайте... У него постоянно какие-то идеи, чтобы заработать деньги. Потому что он любит работать. Если ваши друзья, да, у вас вдруг наркоман, вы будете наркоманами. Если ваши друзья занимают бизнесом, скоро у вас тоже будет в голове, будет бизнес. Понимаете, да? Будет бизнес. Если ваши друзья строительны, у вас будет тоже каждый день он будет говорить, как построить, как сделать ремонт. Ну, у вас тоже интересно, как сделать и построить ремонт. Как построить дом и как сделать ремонт. Потому что каждый день он говорит об этом. И если ваши друзья, понимаете, сам техник, да, для вас тоже интересно. Скоро у вас знания, как ремонтировать, вы понимаете, кран воды или сделать ремонт. Да? Да? Варный или твой дед. Или ракованный. Потому что он говорит об этом, каждый день. У вас будет такое знание. Да? А если вдруг буддийский монахо, он будет в духовной практике. Каждый день медитация, 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 медитация. Не убивай, не надо воровать, не надо уливать. Каждый день, вы не думаете, о, я больше не могу убивать. Да? Потому что он говорит, каждый день. А если ваши друзья протитутка, да? Ваша подруга протитутка, рано-поздно вы будете протитутками. Потому что он говорит, каждый день, надо сегодня ходить в какой ресторан. Да? Соблазнить мужчину. Какие мужчины богаты, какой бедные. Вы понимаете, в какой гостинесу сидит, в лобби, сидит на диване. И как соблазнить мужчину, манипулировать. Как одевать стол? На юге более хорошие, что они будут смотреть на нас. Да? Если вы будете общаться с протитутой, рано-поздно вы будете протитутой. Поймите меня. Если вы будете общаться с человеком, строителем, вы будете строиться. Если вы работаете с наркоманом, рано-поздно у вас неровно, это нормально. Или досы, первые, вторые, третьи, чемпионы. Если вы общаетесь с цыганами, цыганами. Рано-поздно у вас менталитет цыганский. Менталитет. Армян. А если вы общаетесь с крусинцами, у вас менталитет крусинцами. Если вы общаетесь с японцами, уверен что суши надо кушать. Если вы общаетесь с китайцами, вы понимаете, надо кушать китайскую еду. Если вы общаетесь с тайцами, вы понимаете, надо поехать в Паттайю. Потому что у вас уже в сознании человек как бьюн, понимаете, бьюн растения, где около столбы они поднимают на столбу, около биросы поднимают на биросы, около дубы на дубу поднимают, потому что вот так в сознании человек. Когда я на мид, тогда надо найти благородных друзей. Благородный друг. В университете есть в круге 6 человек. Девушка на первом курсе такая хорошая, очень хорошая. И места очень мало. Они общались на первом курсе, на втором курсе, на третьем. Я заметил, девушка, которая очень хорошая, лаская, воспитанная стала, извини, стерва. Совсем плохая, плохая, я говорю, боже мой. Потому что девушка, она общалась с девушкой, которая совсем плохая. Наглая. Невоспитанная. И некрасивая. Она красивая, общается некрасивая, она выделит. Не смотри, она очень красивая, получается, что точно некрасивая. Поведение некрасивая. Поведение некрасивая. Поведение некрасивая, вы понимаете, но нервы некрасивая. На чемпионном курсе, я бы думал, что поставлю сочет или нет. Поэтому человек с человеком, с которым мы общаемся, имеет очень большое значение. На место общаться с ламом, да, саня, да? Вы попробуйте общаться с бомжом, да? Каждый день там одна бутылка, в лазнузе уже пьяный, да? На место церемония, да, саня, урау. Четыре часа, пять часов, я не знаю, во сколько. Но я буду, я буду морку пить. Куда вы ходите? Ваши характер, ваши манеры постепенно, постепенно, незаметны. Она незаметна, какой же время. Особенно подруги, когда общаются, да, которые общаются. Да, пятнадцать лет, семьнадцать лет, еще не заработать деньги. Отратить деньги примерно тысяча, две тысячи в день. Работать деньги, еще не имея, отратить деньги вообще тысяча в день. Надо пригласить девушку, подруга, которой пятнадцать лет. Ему шестнадцать, надо пригласить девушку пятнадцать, как невеста. Он сам еще не заработает деньги. Не умеет работать деньги. Можно пригласить девушки в ресторан или куда-то. Приется воровать, приется обманывать, да? Приется просить деньги долго. Л stitched first, 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 second, second, third. Первый раз воровал, второй раз воровал, треть adapts used last time in a murder. Опbrahim Werzerimmung is okay. Первый раз неудобно, а второй раз тоже ненормально, а третий раз более нормально, живет и разнормально. Калаянами татаа – очень важно иметь благородные друзья. И последнее – самана татаа. Самана татаа переводит как самана таташность. Вы должны знать, кто вы. Смотрите на себя, кто я. Человек, который не знает себя. Человек, который не знает мир. Понимаете? Кажите на нас, себе спасите, кто я. Вы видите, что, например, предметы дорогие. Предметы дорогие. Вы хотите какие-то предметы? Нарвайте одежду, коп. Или футболку. Она стоит, например, 2700. Вы должны себе задать вопрос. 2700 – они у меня стоят или нет. Мне очень нравится, мне надо купить эту футболку. Вы должны понимать, что у вас еще 15 футболков. Вы понимаете, дома. У меня последние три года я не купил одежду вообще. И самое главное – у меня три-четыре шкафы одежды. Буду разрешили монах и не имею только три юбки, а у меня 25. Даже в монах есть такие привычки купить монахскую юбку. Я купил, вы понимаете, у меня как минимум 25 футболки юбки. И свин одинаковый. И каждый раз я еду в Тайлан, 5 футболки, монахский. А два раза я еду домой в Тайлан, к полу часа. Капли год, 10 футболки. И я смотри, у меня 24 футболки одинаковый. А у меня 24 футболки. А у меня 24. У меня есть тот такой коричневый, такой свет еще 25. Чемный коричневый, как это мое одеяние, 25. И обычный, вы понимаете, коричневый. Светный коричневый еще 25. Оранжевый еще 25. Получается 125. Слишком много. Один монах, который живет в Буддовикаре, 100 юбки монасты. Но все равно у меня жадно. Еду в Тайлан, куплю монастскую юбку. Иногда сидел, сидел, звонил в магазине. Телефону. Поготовьтесь, пожалуйста. Вы можете сделать монастские юбки, горшины, горшины, светлые для меня 10 штук. А потом забыл. А потом из магазина. Вы понимаете, звонили из Тайлана. Учитель, когда вы собираете монастские юбки ваши? 10 штук. Я говорил, это когда? Какое, когда? Вот, вы отправили сообщение. Я могу скринчерк сделать. И отправили вам. Вы писали мне. Там заказали монастские юбки, 10 штук. О, 15 тысяч бай. Я говорю, какое 15 тысяч? А потом я смотрю, да, я писал. Такие даже монахи, есть такие привычки, любят заказать. Монастские юбки, понимаете, да? Монастские одеяния побольше, побольше. Я говорю, давай. Будда говорю, монахи надо иметь монастские одеяния только 3. А у Аль-Янджа 3, 3 шкафы. Вы не шутите. Она не понимает, что это шутка. Вот. Это шутка. Такая ситуация нет. Вы не думаете, что это правда. Так все уже поверили. Но все равно. Это хорошо, что они проверили. Потому что это правда. Вот. Вы поняли меня, да? Человек надо иметь самодататашность. Слово самодатата и слово самодатата есть еще такое значение. Быть как был. Вы знаете слово быть как был? Быть как был, это значит, ты был хорошим человеком, ты должен сохранить свои качества, чтобы быть хорошим человеком, как всегда. Как раньше. Как раньше. Как мою жизнь говорит, что надо сохранить свойства, как соли всегда солонные. Соли всегда солонные. Надо всегда быть как были. Если родители, раньше бывал человек аккуратный, да? Смотрю на себя, когда я был 17 лет, у меня матрас всегда аккуратный. А сейчас мне 28-25, зачем? Понимаете, да? Зачем? А потом смотрю, да, когда я учился в монастыре, у меня матрас всегда аккуратный. А сейчас мне 48-49, не надо 100 аккуратностей на матрас. Проснулся и валяя везде. Вы видите мой кроват, да? Одеял просто так. Ну, я проснулся, все. Не надо что раскрывать, а потом ножом просто закрыл и все. Неудобно раскрывать снова. Да? Когда слишком аккуратно, и мне очень удобно. А буду говорить наоборот. Что, если ты был аккуратным, надо быть аккуратным навсегда. Если ты был честным, надо быть честным навсегда. Если ты был, вы понимаете, правильным, надо быть правильным навсегда. Да? Если ты очень трудолюбивый, надо быть трудолюбивым навсегда. Если ты салонный, надо всегда салонным. Как соли. Понимаете? Это метафора, с которой Руда сказал, что человек сохранит свое качество, как соль всегда солонной. Соль всегда солонной. Человек сохранит свое качество, как соль всегда солонной, который солонный. Если нет, значит это не вы, это не сама нахота. Человек не имеет место сохранить в себе. Или человек, который не знает. Вы убежали, да? Да, я забежал поздороваться. Это неизвестно. Вы поняли меня? Я еще раз повторяю. Надо работать у Таня Сан-Хатара. Работа, которая не торговляет оружием, не торговляет ядами, не торговляет местами, не торговляет людьми, не торговляет ядами и наркотиками. Ядами и наркотиками. Это основные профессии, которые будут обращать. Люди думают, что... Почему мясо является неправильной профессией? Торговля мясо, неправильная профессия. Человек говорит, я сам не убью. Но все равно, что вы продаете мясо, придется человек, а кто-то убивает. Людоедство. Людоедство. Усас. Все, моя короткая лекция, я закончу, да? И... Постое. Постые. στη 멋hoveniens стены или в левский? Постые вещи. В каком месте? Постые вещи. Как? Постые вещи. Девушка будет лекции на 8おいatinals. Вы знаете это? Я не знаю. Какой адрес? В интернете есть. В интернете есть? Да, меняется не шеверный вопрос. Пусть forever eternitycar Holmes scene inии, она будет неправильный вопрос. Найдется. Мы с вами сказали, что это простые вещи. 68. Как насос? Простые вещи. Простые вещи. Восьмое время 68. Как? Восьмое время 68. Метро Василия Островская. Да. Хорошо. Савтра увидимся. Я после университета приеду сюда. Извините, что я не был на лекции. Последние две недели я постоянно заболел. Да. В семь часов. Да. Мы надо все починить. Восемь. Восемь, да? Восемь. Потому что я закончу работу в университете по восьмое. Вот, кстати, венитамин указан. Яна вади вахапура парикуренти сагаранге вами вайто тиннан петанан упакапати читан патитан тумхангипаме васамидчату сапе пуренту сангапа чангтопанарасо ятаманичотирасо ятай. Сапитийо ви ва чанду саппару ковина сатуматэ пават. Вандалайо сукитикайу копа ва пиватанаси лид санидчан. Водя бачайно чатаро тама ватанди гайу ванну сукан. Па-клэнгайо топпалату тиро ванна топпатипаната сукасататах. Метавиа сукан сонатикат чати айун датва па-клэнгваннан. Сукан-клэнгванна топпалату тиро ванна топпатчатитит. Па-вату саппамангалангра кандусапа тевата саппапутану па-венасатасоте павандуте. Па-вату саппамангалангра кандусапа тевата саппасанкану. Па-венасатасоте павандуте. Па-вату саппамангалангаша на топпатчатит. Субтитры создавал DimaTorzok